друзья всем привет мусака из баклажан по-гречески в моем любимом варианте специально для вас для мусаки нам первое что понадобится это баклажан нарежем вот такими слайсами и еще называют язычки после того как нарезали обязательно посолите чтобы соль вытянула лишнюю влагу и убрала грекоту вам понадобится половинка луковицы я использую красный лук нарежьте его как нравится желательно кубиком отправьте его на сковородку чтобы пожарить один зубчик чеснока раздавить и аккуратненько порезать нарезайте помидор кубиком на самом деле сочетание лука чеснока мясо и помидор это уже так вкусно что просто уже ничего не надо сделайте такие надрезики на баклажанах можно сделать это в две стороны как минимум это красиво возьмем 200 грамм говяжьего фарша лучше для рецепта использовать сливочную моцареллу но вы можете заменить на любой сыр цареллу я нарезать кольцами и вот тоненькими возьмем еще свежий зеленый базилик подготовим его и обычно его скручиваю такую вот трубочку для того чтобы нарезать его соломочкой а если вы живете в одессе перестаньте тратить время на походы магазины супермаркеты базары сегодня это могут вам привести все домой свежие овощи и фрукты амирфрут заказывайте по номеру телефона и у вас будет доставочка на дом добавляем томаты которые мы нарезали кубиком вторую сковородку добавим немножко растительного масла в салфеточку разотрем полностью по сковородочке сковородочку я предварительно на среднем огне разогревал теперь буду отправлять наш баклажан жарится на этой сковородочке но не конец очень много масла добавьте немного соли добавим еще перца до посолили поперчили добавьте чеснок и базилик который мы предварительно нарезали сразу же перемешайте и снимайте с огня обжаривал я буквально 3-4 минуты обжариваем со второй стороны буквально одну минуту баклажан должен быть мягким берем наш фарш и выкладываем на баклажан верху ставим по 2 моцареллы и продолжаем собирать финально закрываем последним баклажаном и нужно немного придавить сверху мы поставим еще по помидорке и ставим запекаться нашему усаку на температуру 200 градусов буквально 10 минут подаем сверху я даю классный вкусный сыр пармезан просто потрясающе обязательно готовьте по моему рецепту мусак по-гречески и пишите в комментариях как у вас получилось или пишите в свой любимый вариант мусак я его обязательно приготовлю спасибо всем что оставались до конца до скорой встречи всех обнял